Сегодня про цифровой потенциометр МЦП41010, это вот эта вот микросхемка. Они тоже бывают на разное сопротивление, это тут на 10 кОм, есть еще на 50 и на 100. Единственное, что нет модулей на этой микросхемке, поэтому пришлось впаивать микросхемку вот такой вот переходничок, чтобы можно было воткнуть в бредборд. В дип-версии эти микросхемки тоже бывают, но их нужно заказывать из Китая. Это было куплено в местном магазине. Вот дата-шит и какие тут особенности. Ну, самое главное здесь интерфейс SPI и 256 положений ползунка. Ну, в остальном ничего особенного, может быть как в одинарной версии, так и в двойной. У меня вот одинарная. И вот она распиновка этой микросхемки. Ну, стандартно, вот выходы потенциометра, две ноги на питание и три ноги интерфейса. Ну, то есть здесь одной ноги не хватает. Месо здесь нету, микросхемку в этом можно только писать. Читать из нее не получится. Нет, ну, конечно, здесь вот в двойной версии есть нога СО, но это не МЕСО. Это для последовательного подключения потенциометров. Ну, вот здесь структурная схема. Видно, что эти ноги подключаются к 16-битному сдвиговому регистру. А СО, а это, наверное, даже не СО, это С0. То есть здесь это выглядит как СО, а тут С0. В общем, в любом случае, это выход на следующий сдвиговый регистр. Не знаю, если для этой микросхемки библиотека. Работа с ними особых сложностей не вызывает. И вот она показана вся на диаграмме. То есть когда притягивается чип-селект, в микросхемку отправляется 16-бит, ну или 2 байта. Первый бит у нас это конфигурация. Второй это данные для потенциометра, для ползунка потенциометра. То есть здесь все эти 256 градаций. Соответственно, 0 или 255 это крайнее значение ползунка. И вот она табличка с командами была. Вот, то есть в этом бите указываем, что мы хотим записать данные в потенциометр. В этом можно выключить полностью микросхемку. А в этих битах указываем, в какой потенциометр мы пишем данные. В данном случае он здесь один, поэтому пишем в нулевой. Что до подключения к Ардуино, ну можно использовать аппаратный SPI, можно программный. В данном случае используются аппаратный. На УНО, то есть 13-я нога это у нас СЦК, он же тактовый сигнал и идет на такт микросхемы. Муси это 11-я нога и чип-селект это 10-я. На других работать не будет, ну кроме чип-селекта он может быть любым. Да и это актуально для УНО, на Леонардо СЦК и Муси находятся на разъеме CSP. Что до выхода потенциометра, ну ползунок подключен к аналоговому А0. Ну вообще потенциометр подключен по схеме делителя напряжения. То есть крайние ноги подключены между питанием и массой. А сам ползунок на аналоговый вход. То есть на нем будем смотреть напряжение. И вот код, который сейчас залит в Ардуину, в самом низу здесь функция, которая отправляет на потенциометр 2 байта. То есть сначала притягиваем чип-селект, отправляем байт с конфигурацией и отправляем байт с данными, которые передаются в эту же функцию. В цикле в эту функцию передается значение от 0 до 255. Вот это вот на переменной. И в монитор порта отправляем состояние, ну то что нам возвращает функционал АКРИ, то есть напряжение на входе А0. И то, что мы пишем в сам потенциометр. Ну то есть открываем монитор порта. И видим значение. Сейчас будет переполнение пятой переменной и пойдет все по кругу. То есть вот оно значение и напряжение на аналоговом входе. На этом про этот потенциометр все. Спасибо за внимание. Пока.